Доброе утро! У нас сегодня утренний как раз расклад, потому что у нас идёт счастливая звезда Спика. Самая счастливая, посмотрим её прямо в лучах, какой подарок она нам принесёт. А потом посмотрим, какие перемены, когда она уже закончится на Таро. Сейчас четыре варианта, золотые карты, не всегда приносят выигрыш какой-то и богатство. И посмотрим у богов удачи, что она нам принесёт. Вот, именно к богам удачи обратимся. Вы загадываете свой вариант один, на других можете загадывать другой вариант. Можете максимум два, не больше, на себя. Выбирайте и смотрим, что вам принесёт. Ну что, каждому принесёт выигрыш, это точно. Спика всем приносит. Или оно у вас не включилось, но в данном случае, думаю, через богов удачи включилось. Кто не успел выбрать, ставьте на паузу, я открываю карту. Камера не зеркалит. У нас первый вариант, ну знаете, первый. У вас действительно первая во всём. Джокера два. И красный, и чёрный, они ещё стремятся к друг другу. Но вам редкая удача. Вам хозяин казино отозвался. Это тёмный бог удачи. Вам редчайшая идёт удача. Такой счастливый шанс, который бывает раз в жизни. У вас действительно счастливая звезда горит. Горит вовсю. Просто и полыхает. Ваше счастье, ваша удача вас ожидает сама по себе. К вам придёт очень-очень крупный выигрыш. Причём он придёт и по судьбе, и по деньгам. Вы удачливы в игре. Если вы игрок или авантюрист, вам сказочно повезёт в вашей авантюре. Если вы не игрок, вам придёт счастливое известие. Если вы ожидаете денег, вам придёт больше, чем вы задумали. В итоге обернётся. Но даже если денег вам придёт столько, вы их обернёте или вложите очень прибыльно. Это действительно редкий шанс. Испекан работает на вас. Вы сорвали ва-банк, в казино золотую карту. У меня даже выпало на золотой колоде карта золота. Причём рано или поздно ваш выигрыш обернётся материально. То есть если это брак, например, то брак вам принесёт успех. Даже если у вас обоих нет денег, они к вам пойдут. Ваши гороскопы сложатся. Но это именно если вы загадывали о себе. Вы другим эту удачу не можете передать. Если вы загадывали о своих детях или о своих близких, то им просто повезёт. Им просто повезёт, или они к вам вернутся. Но это никакой такой силы огромной иметь не будет. Это вариант именно для тех, кто загадывал на себя, а не о ком-то. не вашим детям, не вашим родственникам. Это предназначалось вам. И если вы спрашивали о других, значит, вы передали им слишком много своей удачи. И вам стоит об этом подумать. Тем, кто загадывал этот вариант на других, говорят, что вы отдаёте слишком много из своей судьбы другим. И вам остаётся, как это, любоваться чужим счастьем. Вы его зеркалите. Вам пора подумать о себе, пожить для себя. Вот такой он дал совет первому варианту. И поблагодарите его в любом случае за совет. Иначе не получите ничего вообще. И мы переходим ко второму варианту. Прощаемся. Второй вариант у нас четвёрка. Пик и восьмёрка. Червонная с четвёрки на восьмёрку. И слева у нас лежит ещё одна четвёрка. Это отозвался Мах, Бог Луны. Зороастризма, он же Бог Удачи. Он сказал, что у вас ваше везение в основном по жизни от вашего рода идёт. И ваши неудачи тоже идут от вашего рода. Вы всю эту жизнь пытаетесь выполнить кармическую задачу, которую на вас возложил род. Вы с этим справляетесь. Но счастье вам это особо не прибавляет. И он вам посоветовал делать то, что вам радостно. И в этом будет, к вам придёт успех. Выскользните из этой рамки и будете свободны. Даже если вам это кажется менее выгодным, менее высокооплачиваемым, менее удачным. Но не старайтесь во всём. Всегда выполняйте долг перед всеми. Делайте то, к чему вы стремитесь, к чему хочет ваша душа. Это вам позволит жить более счастливой жизнью. Не зацикливайтесь на всех, кому вы должны. Человек не может всё время выполнять программу. Вы не робот. Род этого хочет. И ваша некая сила судьбы тоже этого хочет. Вы должны делать то, что велит ваше сердце там, где вам хорошо. Смотрите, где вам хорошо. И поступайте. Вы игрок. Тоже, но очень специфический игрок. Авантюрист. Но вы не всегда этим пользуетесь и правильно, потому что у вас джокер не в вашем ряду. Он только слева и справа джокер. И в вашем ряду тоже есть джокер. То есть некая незримая сила. Вы сейчас очень несчастны, потому что пытаетесь всем угодить и думаете всё время, кому вы что должны. Что вы должны делать. Живите легче. Вот вам хорошо сейчас и наслаждайтесь. Умейте наслаждаться тем, что у вас есть сейчас. У вас сейчас довольно хорошая полоса. Вот вы наслаждайтесь. Есть у вас радость общения. Любимая семья, любимая семья. Всё, наслаждайтесь. Берите моменты и берите радость. Не надо так всё время себя переживать и корить, что вы что-то не сделали, что-то недовыполнили. Вам, как и в первом варианте, надо пожить для себя просто. Делать то, что вам. И вам ещё предстоит дорога с очень большим счастьем. Вы поедете в дальнюю дорогу. Тут ещё два красных вольта. Червоные и бубновые. Либо вы к своим детям поедете, либо на свидание, либо со своими животными, либо ваши дети к вам приедут, ваши животные, может быть, ваши питомцы. Или вы очень молодые. Это встречи с мальчиками просто у девочки. Или в компании. Ещё есть, что вы будете очень веселиться в компании таких, не то что даже молодёжи, а людей, не обладающих положением пока. Или очень молодых. А для совсем молодых это свидание с мальчиками, ну, который просто... Это просто развлекательный период. В целом вам предстоит период развлечений и радости. Не надо так переживать. У вас не так всё плохо на самом деле. У вас период радости и развлечения предстоит. И семейного счастья. Вот такой второй вариант. Не забудьте ему поблагодарить, а мы переходим к третьему. У нас третий вариант. Четвёрка Бубнова и Дама Кристи. А это Мардук отозвался. Верховный Бог Вавилона. Он сказал, что вам идёт длинная дорога. Но дорога ваша счастливая. И сейчас, как вы следуете своему чутью, ещё он говорит, что вам придётся очень много работать и не так много зарабатывать, как зарабатывал бы другой человек на вашем месте. Потому что вы выпали дамой, а не королём. Для женщины это более естественно. Но тут и мужчина тоже зарабатывает не так много, как обычно. Но тем не менее, для вас это благоприятная ситуация. Вы окружены только красными картами. Очень много работы вам предстоит. Но эта работа вас выводит на радостную полосу. У вас просто предстоит по этой звезде хорошая полоса. Карта золота. Исполнение желаний. Ваше желание исполнится. Вы заработаете даже этими небольшими суммами или трудоёмкими, как бы менее оплачиваемыми, может быть, чем другими заработками. Вы заработаете хорошее или состояние, или капитал. И приобретете или собственность, или ценные бумаги. Тут или приобретение дома, или ценных бумаг, каких-то, может быть, золота. Ну, больше похоже на бумаги. Новый туз, имущество вы обретёте. И которое потом взлетит в цене. Если вы коллекционер, это картины. Такого рода могут быть ещё приобретения. Но вам идёт даже богатство. Вам с пика дарует богатство, скажем так. Поддерживайте её, любите эту звезду. Обращайтесь к её энергиям. И подновляйте себе что-нибудь в эти энергии. Обязательно. Вы придёте, как это работает, и из бедности поднимешься до высокого положения. Сейчас вы, дама-крести, будете королём. И стремитесь к джокеру. Образно говоря, вы на правильной дорожке не сворачивайте. Вот такой третий вариант. И мы прощаемся, переходим к четвёртому. У нас четвёртый вариант. И на первый взгляд он ничем не примечательный, но на самом деле очень интересный. Тут двойка крести и двойка бубновая. Это звался он Кайрос. Бог счастливого мгновения. Кто к нему обращался, знает, какая удача от него светит. Ну так вот, Кайрос сказал, что у вас повторится ваше счастье. Вот то, что вы хотели и что вы мечтали, к вам придёт. Это двойки. Вам придёт покой долгожданный, который вас извёл, и нет покоя, и вы мечтаете о хорошей, тихой жизни. Вам надо вспоминать счастливую звезду. Он сказал хорошие моменты из вашей жизни, и просите их повторить. Но они не повторятся дословно, с тем же человеком, в том же месте. Всё меняется. Но сам смысл, вот эти счастливые времена повторятся. Если вы хотите как в детстве, вспоминайте в детстве. Хотите в молодости. Но это должно быть самое-самое разумное, самые золотые моменты в вашей жизни. Вам должны прийти в голову. Именно самые-самые золотые моменты. Ваше счастье, ваша радость, ваша любовь, в общем, всё, что вы хотите. Ваше благополучие, ваши денежные периоды. Повторите. Но повторяйте то, что для вас важно. И не куча всего, а одну вещь. И когда каждый раз звезда вспыхивает, закладывайте себе, закладывайте ваше счастье, оно к вам придёт. Вы выберите из жизни и проговаривайте вслух, обращайтесь на желание и просите в себе всё время вот повтора той ситуации. Когда к вам пришли, например, деньги, вы вышли замуж, вы женились, вы были счастливы. Просите то, что для вас необходимо. Но больше всего тут крести и бубны. Это касается всё-таки вашего здоровья, вашей внешности, ваших социальных дел, ваших материальных дел. Вот такого. Любовные и сердечные тут сложнее. Это всё-таки касается каких-то ваших дел или вашего покоя душевного. Вот такой у нас четвёртый вариант. И не забудьте его поблагодарить. И выполнить его совет. И на этом мы прощаемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!